Итоги дня вашему вниманию. Меня зовут Лаура Жакупова. Добрый вечер. 587 человек из ближнего и дальнего зарубежья станут гражданами Казахстана после подписания президентом соответствующего указа. В Акурде прошло заседание комиссии по вопросам гражданства под председательством госсекретаря. По словам Гульшары Абдекаликовой, количество лиц, желающих получить отечественное гражданство, ежегодно растет. Это говорит о высоком международном авторитете Института гражданства и социально-экономической системы. К слову, в стране действует общеустановленный и упрощенный порядок получения гражданства Казахстана. Последним могут воспользоваться граждане России, Белоруссии и Кыргызстана, а также иностранки, состоящие в браке с казахстанцем, уралманы, реабилитированные жертвы массовых политических репрессий и этнические казахи-студенты вузов. Астана и Берлин обменялись опытом в борьбе с коррупцией. В немецкой столице при поддержке нашего посольства прошла конференция, в которой также участвовал глава профильного ведомства нашей республики. Алик Шпикбаев поведал о том, что делают в Казахстане для того, чтобы искоренить взяточничество. Шолпан Иманбаева знает подробности. Германия славится низким уровнем коррупции. Как говорят эксперты, здесь практически отсутствует понятие взятка. Судьи, прокуроры, полицейские, врачи и учителя категорически неподкупны. Никто из них не решится взять денег за ту или иную услугу. Ведь самое страшное для госслужащего в Германии – быть обвиненным в коррупции. Не исключение и подарки, за которые чиновники могут даже получить тюремный срок. По закону стоимость подарка для госслужащего не должна превышать 10 евро. Но есть случаи, когда от подарка по каким-либо причинам невозможно отказаться. Но тогда вы должны сдать его руководителю, и он будет решать, что делать. Для тех, кто нарушает этот закон, у нас есть денежные штрафы. И в особо тяжелых случаях – лишение свободы. От шести месяцев до десяти лет. На конференции в Берлине Алик Шпикбаев подчеркнул, что наша страна не просто хочет снизить уровень коррупции, а собирается ее искоренить. Поэтому в Казахстане проводятся масштабные реформы, и даже принята антикоррупционная стратегия. Алик Шпикбаев привел внушительные цифры, отметив, что за совершение коррупционных преступлений с 2001 года осуждены почти 11 тысяч человек. Надо работать над повышением заработной платы. Это один из таких элементов. Все страны проходили через это, через высокую гарантированную заработную плату. Они практически исключили коррупцию в государственном секторе. У нас сегодня такие возможности есть. Мы сегодня в пилотном варианте повысили заработную плату госчиновникам четырех государственных органов в два-два с половиной раза. Соответственно, сегодня я могу сказать, что госслужба приобретает иной вид. В первую очередь она стала более привлекательной, престижной. Есть и экономическая мотивация. Существенно снизить уровень коррупции в государственном секторе помогли цифровые технологии, отмечает Алик Шпихпаев. Большинство госуслуг от постановки авто на учет до регистрации ИП в Казахстане автоматизированы. Это помогло не только исключить бумажную волокиту, но и личное общение между госслужащим и потребителем, а значит, минимизировать коррупцию. Зарубежные эксперты высоко оценили цифровые реформы Казахстана. Казахстан реализовывает проект «Цифровой Казахстан». Это очень полезная программа. Новые цифровые технологии в сфере госуслуг означают, что государство становится ближе к народу, а также, соответственно, не остается поля для взяточничества. Я много раз была в Казахстане и видела, как работает антикоррупционное агентство и реформы. Еще рано говорить об итогах, но я вижу развитие и реализацию многих программ. Международные рейтинговые агентства, к примеру, Transparency International, отмечают, что Казахстан делает успехи в борьбе с коррупцией и с каждым годом улучшает свои позиции в индексе восприятия коррупции. Сегодня мы на 122 месте из 180 стран, но последние три года наша страна показывает положительную динамику. По сравнению с 2016 Казахстан поднялся на 9 баллов и является лидером в регионе Центральной Азии. Шулпан Айманбаева, Милослав Авриновский, Хабар, 24, Германия. Казахстан представит мировой публике труды лучших отечественных поэтов и писателей. Произведения будут опубликованы в двухтомной антологии, переведенной на шесть языков ООН. Кроме того, в этом году в стране стартует вторая волна проекта «100 новых лиц». С итогами первого года реализации программной статьи главы государства Рухани Жангыру и с планами на будущее ознакомились представители творческой интеллигенции Алматы. В этом году мир ознакомится с богатой литературой Казахстана. Специально для этого будет презентована двухтомная антология. В каждую книгу войдут произведения 30 поэтов и писателей современного Казахстана. Представлены они будут на шести языках ООН. А переводами займутся ведущие специалисты таких авторитетных учебных заведений, как Кембриджский университет, Институт русского языка Пушкина в России, Университет Конфуция в Китае и Институт Сервантеса в Испании. Для читателей будет издана антология в мини-формате. Ее можно будет приобрести в книжных магазинах и онлайн-площадках, таких как Амазон. Считаю, что книги будут интересны для иностранного рынка и авторами, и своей подачей. Работа над переводами уже началась. Заведующая отделом внутренней политики администрации президента Аида Балаева за круглым столом совместно с творческой интеллигенцией обсудила список литераторов, чьи труды войдут в сборник. Антология создана, собран один том поэзии и один том прозы, где представлены и классика казахстанская, и современная молодежь, и среднее поколение. Проделана большая работа, то есть, можно сказать, кош тронулся. Мы собрали такие куржу, драгоценности, которые хотим предложить на перевод на главные шесть языков ООН. Антологию бесплатно получат ведущие учебные заведения англоязычных стран, а для широкого читателя она будет представлена в интернете, в электронном и аудиовариантах. Таким образом, всему миру откроются произведения и имена казахстанских поэтов и писателей. Более 300 проектов в рамках программы «Рухани Жанхыру» реализуются в Алматинской области. Акимат и меценаты для этого выделили 37 миллиардов тенге. Сейчас в регионе работают по четырем направлениям. Тарбье, Жани Блем, Атамикен, Рухани Хазына и Ахпара Толкны. Одним из больших проектов «Рухани Жанхыру» является электронная карта сакральных мест. Подробнее расскажет Майра Джейнгулова. К летнему сезону в Алматинской области планируют ввести новый туристический маршрут «Золотое кольцо Жит-Ису». На проект выделят около 80 миллионов тенге. Всего в электронную карту сакральных мест Алматинской области вошли более 2000 памятников истории. Некоторые вошли и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы вводим новый туристический крупный маршрут. Она охватит в себе 4 национальных парка и ряд туристических объектов, которые находятся в Алматинской области. В целом в этом году сейчас уже начата работа по этому направлению. Сейчас выкупаем автобусы специально оборудованные с аудиогидами, с электронной оплатой. Это будет новшеством в целом под цифровизацией отрасли туризма в Алматинской области. Поддержку в развитии региона оказывают и предприниматели. За два года их вклад составил более 9 миллиардов тенге. Они взяли на себя строительство социально значимых объектов – школы, детские сады, жилые дома, спорткомплексы и дороги. До 2022 года за счет частных инвестиций реализуют более 120 проектов на сумму почти 6 миллиардов тенге. Хорошую поддержку со стороны меценатов и предпринимателей уроженцев ЖИТСУ нашла под программой АТАМИКЕН. Только в рамках спецпроекта Тугандир в прошлом году реализовано 193 проекта. Среди них вот таких весомых культурных объектов, как Мемориальный музей Батар-Бабалар, историко-культурный центр первого президента, лидер нации АТАМИКЕН. Особо стоит отметить важные социальные проекты. Помимо этого в регионе планируют организовать научно-познавательную экспедицию, результатами которой станет уникальный сборник исторических фактов и воспоминаний старейших жителей края. Это встреча с старожилами, местными жителями, сбор былин, сказаний, сбор, обработка материалов по сакральным местам нашей области. То есть в конце, в итоге мы выпустим второй том нашего сборника, который послужит вспомогательным учебным пособием как для студентов, так и для учащихся и для широкой публики. Сейчас в Алматинской области реализуются более 300 проектов общей стоимостью свыше 35 миллиардов тенге. В регионе работают по четырем направлениям – Тарьбея Женебылым, Атамикен, Рухани Казана и Акпара Токкана. Майра Джейнгулова, Адиргазда Толемыс, Хабар 24. Перспектива участия японских компаний в реализации проектов программы «Цифровой Казахстан» обсуждалась в ходе визита министра информации и коммуникации республики Даурена Абаева в Токио. Какие технологии может перенять страна Великой Степи у страны восходящего солнца, узнал наш корреспондент Владислав Цой. Роботы в Японии стали помощниками людей и даже начали заменять их. Свой суперинтеллект они демонстрируют повсюду – в банках и торговых центрах, на заводах и офисах. Новые технологии в этой стране курируют Министерство внутренних дел и коммуникации. Поэтому в ходе визита в Токио министр Даурен Абаев обсудил сотрудничество двух стран в ИКТ с главой МВДК Сейка Нода. Ее министерство намерено до 2020 года сделать информационно-коммуникационные технологии безопасными и полезными для общества. Сегодня все понимают, что необходимо заниматься информационно-коммуникационными технологиями. И надо создать условия, чтобы население активно пользовалось ИКТ. Эти технологии очень важны для Казахстана, так как ваша страна имеет большую площадь. И чтобы развивать всю территорию, надо применять информационно-коммуникационные технологии. Министр также провел переговоры с руководством корпорации ИНИСИ. Она совместно с Тойота Цюсио и Казахстан-Тимиржулы намерена реализовать проект по внедрению на железнодорожных станциях Казахстана технологий по распознаванию лиц Неофейс. Как вы знаете, у нашей страны большие амбиции по поводу IT-технологий. И нам интересно такое сотрудничество во всех сферах. В прошлом году мы приняли амбициозную программу «Цифровой Казахстан». Она состоит из 120 мероприятий и объединяет все сферы. Агропромышленную, МВД, здравоохранение и образование. И здесь большие возможности для корпорации, потому что мы нуждаемся в развитии нашей инфраструктуры. Также Даурин Абаев посетил офис корпорации «Фуджитсу». Она давно сотрудничает с крупными казахстанскими банками и телекоммуникационными компаниями. И теперь это сотрудничество может перейти на новый уровень. «Фуджитсу» предлагает реализовать проекты по созданию интернета вещей. Все самые передовые беспроводные технологии Японии казахстанскому министру продемонстрировали на международной выставке. Там Даурин Абаев провел переговоры с генеральным секретарем инновационно-исследовательского парка «Йокосука». На территории 58 гектаров этот комплекс объединил исследовательские центры крупнейших компаний, связанных с мобильной связью. На переговорах достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве парка «Йокосука», создаваемом в Казахстане международным технопарком IT-стартапов «Астана Хаб». Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Япония. А в Алматы министр по делам религии и гражданского общества Дархан Калитаев и Аким Бауржан Байбек подписали дорожную карту по развитию институтов гражданского общества в городе Бельсенде-Мегаполис. Этот документ позволит использовать лучшие практики, формы и механизмы для реализации важных проектов, решения значимых вопросов. Например, в Алматы откроют центр активного долголетия, где будут обучать с компьютерной грамотности старшее поколение. Акцент сделают также на вопросах молодежной политики. Предлагается обратить повышенное внимание на четыре важных аспекта – это образование, трудоустройство, создание семьи и получение жилья. В нашей стране впервые создали подобную дорожную карту. Алматы выбран для реализации этого проекта не случайно. Именно здесь зарегистрировано более четырех тысяч НПО. И они задают тон в целом для развития гражданского сектора по всей стране. НПО сейчас расценивается не только, помимо того, что мы можем мониторить, ну, наш любимый общественный мониторинг, оказание государственных услуг и социально значимых услуг, но в том числе мы тоже можем быть поставщиками, а мы уже частично и есть поставщиками некоторых социально значимых услуг. Сегодня мы стараемся все решать открыто, open space, чтобы это было через интернет. И это на самом деле кардинально улучшает социальную обстановку в городе. Это говорит о доверии наших горожан к работе и в то же время позволяет нам оперативно решать возникающие проблемы. Для нас это очень важно. У нас есть четкое понимание необходимости расширения масштаба гражданского участия, поддержки социальных инициатив, расширения возможностей сотрудничества государственных и общественных организаций. Это важнейшие условия сохранения социальной стабильности, развития культуры, диалоги и ответственности. В Академии политического менеджмента при Нур-Отане выпустили первых слушателей по новой образовательной программе. Известные казахстанские политики, зарубежные и отечественные эксперты в области политтехнологий в течение месяца обучали партийные кадры. На вручение свидетельства прохождения курсов побывала и наша съемочная группа. Торжественной обстановке слушателям Академии политменеджмента при Нур-Отане сегодня вручили образовательные сертификаты. 51-х обладателей дипломов в течение месяца проходили сначала онлайн-обучение, а затем двухнедельную стажировку в Астане. Полученные знания по теории и практике управления политическими процессами теперь партийцы смогут применять в своей работе. Главое государство поставлена задача по формированию партийных кадров новой формации. Партийных кадров, которые готовы работать в очень активной конкурентной среде, которые опираются не на административные ресурсы, а на новые современные технологии. Партий нужны современные, образованные, креативные, активные партийные кадры, которые могут эффективно по-современному выстроить работу на своем участке. Конкурсный отбор в Академию при Нуратане проходили по принципу поступления в ВУЗ. Желающие сдавали специальные тесты, а на одно свободное место претендовали сразу три человека. Те навыки, знания, которые нам были переданы в течение месяца обучения, достаточно прикладного характера, очень много полезной информации, которую в дальнейшем партийные работники будут использовать при реализации новых партийных проектов, решении насущных проблем и работы непосредственно в своих регионах. Отмечу, для обучения нуратановцев впервые были приглашены ведущие мировые эксперты. Это преподаватели Назарбаев университета, Академии госуправления при президенте нашей страны, а также представители Ассоциации политических консультантов. После получения диплома их обладатели будут рекомендованы в партийный кадровый резерв для последующего выдвижения на высокие должности. Зарина Бесемина, Бахатбек Нуртаев, Хабар-24, Астана. Национальный оператор по магистральному нефтепроводу компания «Кастрансойл» выплатит рекордные дивиденды своим акционерам. В Астане прошла пресс-конференция, на которой огласили итоги работы компании за прошлый год. Благодаря каким проектам удалось достичь таких результатов, расскажет Зарина Бесембина. «Кастрансойл» в 2012 году первой из госкомпаний приняла участие в программе «Народное IPO». Тогда было размещено 10% акций. С тех пор компания стабильно генерирует высокую прибыль. Поэтому в этом году по решению, принятым на общегодовом собрании акционеров, на выплату дивидендов направят 61,5 млрд тенге. Отмечу, это рекордная сумма за весь период публичного размещения акций компании на казахстанской фондовой бирже. Итоги 2017 года мы подвели сегодня. Итоги нас радуют. Вот, к примеру, в прошлом году мы также платили по итогам 2016 года рекордную сумму на тот момент. В прошлом году мы выплатили 59,7 млрд тенге. Граждане получат свои дивиденды в соответствии с количеством приобретенных акций. При этом их размер составит 160 тенге за одну ценную бумагу. Для сравнения, в прошлом году компания выплатила покупателям 59,6 млрд тенге. Тогда одну простую акцию оценили в 155 тенге. С 1 апреля текущего года мы повысили тариф на экспорт на 10%, повысили тариф на транзит российской нефти на участке ТОН-2. Работаем по привлечению дополнительных грузов. Высокий размер дивиденда стал возможен благодаря производственным и финансовым достижениям компании. Отмечу, сегодня Кастрансол обеспечивает основной объем поставок нефти на казахстанские НПЗ. На экспорт по пяти направлениям, а также ведет транзит российской нефти в Китай и Узбекистан. Зарина Бесембина, Ермек Кеншебех, Хабар-24, Астана. Впервые в лицее села Кызыл-Тоби в Магистаусской области открыли IT-класс. Это одна из 33 подобных инновационных площадок, которые запускают в этом году в регионе. Класс оборудован 14 компьютерами и предназначен для углубленного изучения современных цифровых технологий и сопутствующих дисциплин. Обучаясь программированию, дети от 8 до 16 лет смогут развить критическое, логическое и творческое мышление. Это даст ученикам ощутимые преимущества в нынешних реалиях. Идея вывести отечественное образование на новый уровень реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан». Тема урока – природа Казахстана. Пятиклассники рисуют картину на бумаге, затем переносят её на компьютер. Пока ребята только учатся самому простому. Через некоторое время они смогут сами создавать различные IT-площадки, игры, сайты и анимацию. Наши занятия посещают дети с 5 по 11 классы. Через активное обучение информатики и информационно-коммуникативных технологий у учеников развиваются творческие, исследовательские, индивидуальные способности. Дети учатся определенным компьютерным программам. Проект внедряется как факультативный предмет. Это трёх-шестимесячные курсы по модульной системе. Новшество отечественной сферы образования – одна из десяти инициатив партии «Нур-Отан». По десяти проектам ещё также предусматривается подготовка IT-специалистов. Вообще по Казахстану запланировано открытие тысячи IT-классов, где будет с охватом 450 тысяч учеников. Эта программа запланирована на три года – 18, 19 и 20 годы. И в каждый год будет охват по 150 тысяч учеников. И IT-классы в основном предназначены для сельского местности. Это третий IT-класс, открывшийся в области. Впереди презентация ещё 30 подобных площадок. Кроме этого, в новом учебном году свои двери распахнёт IT-школа. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Монгосталовская область, Хабар, 24. В казахстанских школах сегодня прозвучал последний звонок. Из детства во взрослую жизнь шагнуло свыше 147 тысяч выпускников. Как проходило прощание с уже родными учителями и одноклассниками в столице и регионах нашей страны, расскажет Марк Брюшко. Цветы, нарядная форма, праздничные ленты. Последний звонок, как символ молодости. Посмотрев на вчерашних школьников, иначе и не скажешь. С улыбками на лицах сегодня они вступают во взрослую жизнь. Впереди, конечно, сложные экзамены и поступления в вузы. Но всё это, кажется, меркнет в лучах долгожданного момента. Я очень сильно плакала, мне было очень грустно, потому что я очень сильно люблю свою школу. Буду скучать по преподавателям, по классу, наверное, потому что за столь большое время, уже долгое время, они для меня стали очень близкими людьми. Красочные выступления выпускников и по традиции прощальный вальс. Такая картина сегодня во всех школах страны. Только в столице последний звонок прозвучал почти для 6 тысяч школьников. На другом конце Казахстана, в Жамбылской области, последний звонок в гимназии номер один имени Алихана Бокиханова – двойной праздник. Торжественная линейка и юбилей школы. Учебному заведению исполнилось 140 лет. Прощальный школьный вальс, а слезы сами... С почетом во взрослую жизнь уже 20-й год подряд провожают и учеников от Ираусского научно-инновационного лицея. 80% прошлогодних выпускников этого учебного заведения сегодня обучаются бесплатно в самых разных университетах страны. 18 из них стали обладателями государственных грантов Назарбаев университета. В этом году показатели не ниже. За 5 лет учебы в лицее я получил столько знаний, столько хороших воспоминаний, столько друзей. Жалко с этим расставаться, но приходится, потому что мы вступаем во взрослую жизнь. У нас также будут новые друзья, новые воспоминания. Но в этот день мне больше хочется плакать, чем радоваться. А в поселке Шусалы Казалардинской области построили новую школу. Причем всего за один год. В комфортных условиях, как известно, знания получать приятнее. Ну а те, кто сегодня сделал шаг во взрослую жизнь, делятся планами на будущее. Делом всей жизни для себя я выбрала медицину. В нашей области очень много заболеваний, связанных с кардиологией. После того, как я получу диплом, планирую остаться в родном регионе и спасать человеческие жизни. Сегодня в Казахстане школу окончили свыше 147 тысяч детей. Почти 7 тысяч – это претенденты на нагрудный знак «Алтембельги». Следующий шаг для многих – единое национальное тестирование. Его будут сдавать свыше 100 тысяч выпускников. В Мангыстаусской области к главному экзамену уже готовы 4 пункта. Все пункты готовы и оснащены спецоборудованием. За последние два года формат ЕНТ изменился. Мы видим, что количество желающих принять участие в тестировании выросло. К примеру, в прошлом году его сдавало 65% учеников, а в этом уже 75%. В этом году у выпускников есть большие шансы получить государственные гранты. По поручению главы государства количество квот увеличилось на 20 тысяч. Из них более половины предусмотрены на технические специальности. Марк Брюшко, Анастасия Сулейманова, Алибек Большуленов, Тамара Степанова, Хабар-24, Астана. В Атрау прошла церемония награждения победителей и призеров областного этапа национального конкурса «Мерели от Басы». Участие в церемонии приняли 16 семей, представлявших как областной центр, так и районы. Подробнее расскажет Виктор Сутягин. В областном этапе конкурса участие принимали 32 семьи. В финал, по решению жюри, вышли 16. Церемония награждения лучших атыраусских семей прошла в самом крупном дворце нефтяной столицы «Салтанат Царайы». Все семьи, принявшие участие в конкурсе, были достойными, поэтому отбор проводился по многим критериям. Главным стало то, чтобы дети не обязательно пошли по стопам родителей, а стали достойными членами общества. Воспитывали своих детей в традициях, передающихся в этой семье из поколения в поколение. Еще было важно, чтобы в семье культивировалось возрождение нравственных ценностей, сохранялись семейные реликвии. И, конечно, чтобы семья завоевала авторитет в городе или в своем районе. Была узнаваема. В этом году впервые в области одним из победителей была признана семья журналистов Карима Абахридзенова и Майры Джекибаевой, воспитавших пятерых детей. Они не пошли по стопам родителей, но зато в семье есть юрист и экономист, нефтяник и бизнесмен. И все они уже добились признания в своей сфере деятельности. А еще Карима Майра воспитывает 14 внуков. Я очень рад, что мы стали одними из победителей конкурса. Спрашивают, какие у нас секреты были при воспитании детей. А все очень просто. Главное – жить в любви и согласии, уважать мнения не только старших, но и младших. Еще один победитель – семья Таскариных из Индерского района, воспитавшая пятерых детей. Эта семья – целая династия педагогов. Стаж главы Сундета Таскарина – 42 года, а общий педагогический стаж семьи – почти 200 лет. Эти семьи и представят Атараусскую область в финальной части конкурса. Еще больше новостей на нашем информационном сайте. И пока на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok